На снятие обзора про SmartySan у меня ушло чуточку больше времени. Во-первых, из-за особенностей SmartySan OS. Она оказалась крайне нестандартной и заняла немножко больше изучения, чем те же самые MIUI и MUI. Но в конце концов, я всё-таки разобрался с этой операционной системой. И в этом видео расскажу вам всё, что понял, всё, что мне понравилось и всё, что мне не понравилось в SmartySan OS. Заодно покажу, насколько хорошо всё-таки наклеилась, как она называется, гидрогель-плёнка. И какой чехол я всё-таки выбрал для этого телефона. В общем, поехали! SmartySan OS очень, очень, очень нестандартная операционная система. Ну, точнее, оболочка. Она мне очень понравилась, скажу наперёд. Но давайте всё по порядку. Для начала посмотрим чехол. Такой чехол стоит реально 100 рублей. Сидит замечательно. Камера не торчит. Ничего не торчит, когда кладёшь на стол, ничего не царапается. Снизу отверстие тоже, ну, как бы нормально. У меня все мои кабели сюда влезают. Ссылочку на чехол дам в описании. Следующий момент. Это у нас плёнка, гидроплёнка, которую я клеил примерно неделю назад и плевался от неё. Сейчас моё мнение уже намного лучше о ней. Большинство пузырей, полосок под ней прошло. Кроме одного единственного отпечатка с краю экрана. Я не знаю, видно ли на камере, но вот здесь у меня должны были остаться следы под плёнкой. В принципе, не фатально. Я думаю, немножко с краю её отлепить, ещё раз намочить и ещё раз прилепить. И, возможно, вот эта штука уйдёт. Так мне очень нравится покрытие. Очень приятное. Конечно, хотелось бы иметь стекло, но стекло отлегает, во-первых, по краям, а вот эта плёнка очень тонкая, ложится хорошо и экран у вас царапаться не будет. Если говорить о характеристиках смартфона, то наш Smartisan имеет Snapdragon 660 и 6 гигов оперативной памяти. Всё это сдобрено 128 гигабайтами встроенной, поддерживаемой LTE-частоты 3,738, но это актуально и для России. Аккумулятор на 3500 мАч, сдвоенный модуль камеры на 12 мегапикселей и 5, вот они такие приятненькие, слегка выступающие. Выступает на 12 мегапикселей сенсор Sony IMX, я точно не помню какой, но у него диафрагма 1.8, а у вспомогательного, кажется, 2. Вспышка у нас двухцветная здесь. Светит не очень ярко, но, в принципе, вспышкой на этом смартфоне я особо-то и не пользовался. Здесь огромная панель со сканером, с логотипчиком, это у нас молоточек, работает очень и очень хорошо, без ошибок, зона реально большая, палец всегда в него попадает. Что ещё здесь интересного-то у нас? А, ну и, конечно же, фронталочка у нас на 16 мегапикселей, 16 мегапикселей реальных, то есть это у нас не интерполяция. Камера реально годная. Примеры фотографий покажу чуточку позже. Рассказ о смартфоне. Мне хочется начать с плюсов. Давайте, во-первых, посмотрим скорость работы сканера отпечатков. Так, где у нас? 3, 2, 1. Годно. Также в смартфоне присутствует разблокировка по лицу. Разблокируется очень быстро. Вы это сможете увидеть по верхнему значку, увидите, здесь крутится личико. Как только налажено лицо, замочек пишет разблокированный. Мы просто проводим вверх и телефон разблокируется. Ещё раз смотрим. Оп. Очень быстро. Работает даже в тёмных помещениях, конечно же, не в полной тьме, но при низком освещении, вечером, при ночнике вполне. Беру телефон, он разблокируется. То есть, пользоваться удобно. Дискомфорт у меня лично не вызывает. Говоря о функциональности Smartison OS, хочется отметить дополнительную клавишу на ребре смартфона. Скажем так, функциональная клавиша, вызывающая меню, в котором мы можем, например, добавить какую-то заметку там. Например, была, была, была. Прикрепить к ней файл. Назначить эту заметку на определённую дату. То есть, она будет отображаться у вас в календаре. Ну и так далее. Если вы ещё владеете китайским, можете нажать её и подержать. И можете что-нибудь диктовать. Если она распознает китайский язык, она напишет текст. Вон, смотрите, уже символы покатили. Хотя я разговариваю на русском. Суть в том, что текста у вас не будет на русском. Вы разве что сможете эту заметку прослушать. Например, так. И можете что-нибудь диктовать. Если она распознает китайский язык, она напишет текст. Вон, смотрите, уже символы покатили. Хотя я разговариваю на русском. Суть в том, что текста у вас не будет на русском. Вы разве что сможете эту послушать. Вот. И мне даже выдало поиск, потому что я якобы сказал. Ну, в общем, это что-то типа Google Keep Вы можете писать сюда свои заметки Делать поиск по заметкам Например, там, бла-бла Вот, уже нашло Штука удобная, удобная, реально На этом функциональность дополнительной клавиши у нас не заканчивается Мы можем, например, сделать обычный скриншот С помощью доп-клавиши и клавиши питания Готово А можем сделать длинный скриншот Просто зажимаем, опять же, доп-клавишу и клавишу питания Нужно чуть подержать И у нас здесь есть теперь scroll Легкий, ну, допустим, нам хватит вот такого скриншота Есть еще frame То есть у нас этот скриншот якобы помещается Ну, как бы помещается в рамку нашего телефона Как будто наш телефончик Можно выбрать любой фон Без фона, то есть прозрачный Черный фон, белый фон Плюс ко всему есть очень удобный функционал Называется markup Мы можем отредактировать скриншот Отредактировать в том смысле, что Что-нибудь, например, подчеркнуть Написать какой-нибудь текст Ой-ой, привет, например Вот, растянуть его Растянуть Также мы можем лупу использовать Например, ну-ка Она увеличивает какой-либо текст со скриншота Вот так вот, пусть будет settings Мы можем регулировать ее размер Мы можем рисовать стрелочки Палочки И знаете, самое интересное Вам когда-нибудь, наверное, хотелось замазать какой-нибудь текст на скриншоте Или что-нибудь лицо У нас есть три степени замазывания Мелкие квадратики, средние и большие Покажу пример Маленькие квадратики Выделяем зону И смотрите, что получилось Выбираем средние И смотрите, что получилось Ну, большие это вообще будет трешак Если прямо хотите, чтобы не было видно Ну, и также разные варианты рамочек Прямоугольники Квадраты Прямоугольники с загнутыми краями Кружки Овалы И на короняк можете бейджики вешать Вот так вот И что-нибудь туда писать Можно также ставить геолокацию на фотографию На фотографию, на скриншот Но функционал меня несколько смущает Потому что адрес полный не видно Коротенький адрес, а может, будет видно Если длинный, он закончится примерно здесь Так, давайте сохраним на память Вот и все Очень удобный функционал, реально А вот если зажать доп-клавишу и громкость плюс У нас включится фонарик Еще раз нажать, фонарик выключится И последняя комбинация Доп-клавиша и громкость вниз Открывает у нас доп-меню Производитель реально не поленился Сделал доп-клавишу Сделал различные комбинации С основными клавишами За это ему лайк А вот теперь я расскажу про доп-меню Смотрите, что здесь можно делать Во-первых, здесь у нас есть доступ Быстрый доступ к приложениям вашим Фейворит, как они называются Избранные приложения У меня, например, добавлен сюда Ватсап, Хром, Инстаграм И всякая подобная лажа Можно их менять, удалять отсюда И добавлять Также можно переключаться Между последними активными приложениями Вот Можно использовать переводчик Правда, переводчик только на китайский И из китайского на английский Но, тем не менее, хотя бы на английский уже неплохо Ну, здесь у нас текст уже английский Поэтому он переводит на китайский Также вы можете закрепить эту страничку На экране блокировки Вот так вот Чтобы иметь к ней доступ То есть телефон заблокирован Никто не сможет войти в него Но использовать приложение Закрепленное так можно И мы можем также его убрать Как нам его убрать только здесь? А, вот Нажал, открепил Все Теперь только разблокировать Но он уже разблокировался по моему лицу Кстати, это меню можно вызывать Не только нажатием клавиш Но и свайпом с левого верхнего угла Или с правого верхнего угла Вот так Данное меню называется One Step Именно потому, что вы можете Любые фотографии или файлы Отправить в любые поддерживаемые приложения Например, Images Вот мы сделали скриншот Берем его И перетаскиваем туда, куда хотим В Idea Peels Это те заметки типа Google Кипа там Инстаграм, Ватсап В общем, те приложения, которые вы сюда сами вставите Кейт-сообщения Оп Оп И улетело оно Все Все очень просто Следующий пункт Файлы Их можно также переслать в приложения Которые вы сюда поместите Повторю, что этот список редактируется Вы можете поместить сюда любые приложения В которые хотите отправлять так файлы И последний пункт Который мне очень и очень понравился Которого, мне кажется, очень не хватало на Блин, да На всех, наверное, Android смартфонах Это мультибуфер То есть Что это значит? То, что вы копируете в телефоне Оно сохраняется в буфер И когда вы копируете что-то новое Предыдущее из буфера стирается Ну так вот В этом телефоне все не так Вы нажимаете сюда На clipboard И здесь Находится последнее Не знаю Последние 100 текстов Там или что вы копировали Вот смотрите Это все, что я копировал За последние Ну, наверное, 7 дней То есть я могу, например, взять какую-то статью И несколько участков у нее скопировать И могу их сразу все вместе по очереди Вставить туда, куда мне нужно И мне не нужно будет возвращаться к той статье Чтобы туда-обратно, туда-обратно копировать Потому что все будет сохранено в мультибуфере Эта функция меня реально порадовала И я долго не мог понять, почему ее нет в других смартфонах А здесь ее сделали Следующий интересный и, возможно, даже полезный нюанс Это возможность записи экрана Причем не просто записи экрана Внимание, что у нас есть в настройках Записывать Не записывает звук Записывает только системные звуки И запись с микрофона Можно выбрать также разрешение Я выбрал Full HD Нажатия отображать мы не будем Смотрите Включаем запись В отличие от большинства смартфонов Здесь запись не тормозит То есть у меня, например, есть смартфон Xiaomi У которого тоже есть запись экрана Но там получается слегка с притормаживаниями запись Здесь все очень и очень плавно Вы можете, например, что-то нарисовать Взять и отметить на видео Оно сейчас пропадет Также я не знаю, насколько это полезная опция Но мне понравилось Я могу включить фронтальную камеру И меня будет видно Вот окошечко Приветик Вот Давайте смотреть, в общем, видео И, кстати, это окошечко Во время записи Можно сворачивать Вот так вот И будет маленькая штучка Которая не будет никому с краешку мешать Здесь запись не тормозит То есть у меня, например, есть смартфон Xiaomi У которого тоже есть запись экрана Но там получается слегка с притормаживаниями запись Здесь все очень и очень плавно Вы можете, например, что-то нарисовать Взять и отметить на видео Оно сейчас пропадет Также я не знаю, насколько это полезная опция Но мне понравилось Я могу включить фронтальную камеру И меня будет видно Вот окошечко Приветик Вот Следующая функция пригодится тем, кто часто находится в компании собеседника С которым не очень хотят говорить Вы можете сделать фейковый звонок У вас якобы зазвонит телефон Это все можно настраивать То есть имя звонящего Пол, так сказать, что он будет говорить Можно самому записать звук, который будет произноситься Можно также выбрать время, например Хоть через 5 секунд Давайте нам сейчас позвонят Неожиданно через 5 секунд Боженьки Мне звонит Джон Дойл Извините, мне нужно отлучиться Ну, я, в общем-то, не выбирал, каким голосом отвечать Он говорит что-то на китайском И я понятия не имею, что Но функция такая есть Можете записать голос своей девушки Свой голос туда И он будет при таком фейковом звонке Воспроизводить эту запись Следующая функция Которая мне тоже в свое время очень пригодилась Сейчас она будет актуальна для тех, кто любит слушать музыку ВКонтакте Но не любит платить за нее То есть 15 минут в день отслушали А потом делать, что хотите Здесь есть специальная опция Называется Keep Screen On Нажали ее и экран сам не будет блокироваться В других смартфонах мне приходилось и лезть в настройки И менять таймер вручную Чтобы он там блокировался через полчаса Или никогда А здесь просто одной кнопкой Там, не знаю Перестали слушать музыку ВКонтакте Не нужно, чтобы экран больше горел Отжали Все Он снова будет выключаться там через 15 секунд Ну или сколько поставите Ну и, конечно же, есть нынче популярный режим защиты глаз Он у меня стоит на автотаймер Причем автотаймер вручную у меня не удалось настроить Смотрите Night Vision Protection То есть, считайте, с 20 часов до 6 утра стоит А вручную время выставить, ну никак Никак нельзя Я не знаю, почему так сделали Мне, если честно, хотелось бы поставить в 12 ночи, там, например До 5 утра, чтобы он включал Также есть функция показа уведомлений только когда владелец смотрит на экран Конечно же, есть режим не беспокоить Причем для какой-либо сим-карты Там, разрешить для кого-то звонок И также можно поставить таймер То есть, в какое время включается этот режим Например, на ночь Или, например, если у вас заблокирован экран у телефона То включается этот режим Если экран включен, то этот режим выключен Очень интересный функционал Такого я тоже нигде не видел Также есть повторные звонки Если вам абонент перезванивает еще раз в течение трех минут То он уже подает сигнал Меня, в общем, удивило в этом пункте только вот это Что если экран включен, то режим не работает Без записи звонков тоже никуда Есть автозапись звонков Также вы можете индивидуально включать запись для звонка Прямо во время звонка Вот здесь вот будет кнопочка типа Включить запись звонка Ну или в автоматическом режиме Все Или на выбор с определенных номеров Какой? Какой китайский телефон Да без управления правами приложений? Здесь это тоже есть Правда, на кастомной прошивке не было Но когда я прошил официальную От смартисана Инструкцию, кстати, дам в описании Как прошить официальную Появился фон менеджер Здесь мы можем, во-первых, удалять всякий мусор Освобождать оперативную память Ну, мне это пока не надо Оптимизировать питание И вот Permissions Manager Здесь мы настраиваем права для приложений Автолаунчинг То есть автозапуск приложений Например, Яндекс.Почта Я разрешаю запускать это приложение вместе с системой И я разрешаю запускать это приложение Посторонним приложением То есть, например, сервисы Google могут его запускать И вот здесь стоит как раз журнал запуска Сервисы Google запускают Запускают даже Яндекс.Навигатор Зачем-то почту мы пытаемся запустить Неизвестно почему То есть, с уведомлениями приложений Типа почты WhatsApp, Viber, я не знаю Приложения FUPDI, если вы пользуетесь Пропускать вы не будете уведомлений Но на этом управление правами приложений Не заканчивается Выбираем также Third Party Apps И можем, например, настроить дополнительные права Здесь также есть описание прав Которые вы можете выдать И, кстати, на этом смартфоне можно разрешать Приложению пользоваться только каким-то видом связи Ну или вообще никаким Например, приложение для отслеживания посылок Я могу разрешить пользоваться только мобильной сетью Если вы будете подключаться к Wi-Fi Приложение доступ в интернет иметь не будет Так вот вообще никак не будет иметь Ну или, например, только по Wi-Fi По мобильной сети приложение в интернет не влезет Главное, что функция есть А как ее применить мы уже найдем Если уж мы заговорили об управлении доступом к интернету У нас есть пункт Mobile Data Management Здесь мы можем настроить Когда приложения имеют доступ в интернет А когда не имеют Есть три параметра Первый из них Never То есть независимо от ситуации Приложения имеют доступ в интернет Это, конечно же, без учета тех галочек Мобильного интернета или Wi-Fi Второе положение Это Screen Off То есть если вы выключаете экран То через 15 минут Приложение теряет доступ к интернету То есть оно не может выйти в фоне И третье положение Background Off Как только вы сворачиваете приложение Или закрываете Доступ к интернет ему ограничивается Тоже очень полезно Последний пункт и не так интересный Это Storage Management Здесь вы можете находить большие файлы Которые занимают память Там приложение Опять же мусор очищать Здесь у вас расписано Что занимает память Там картинки, музыка, приложение Если вы человек, который любит Иметь быстрый доступ К каким-либо приложениям Прямо с экрана блокировки То здесь у нас есть Звонок СМС И камера То есть потянули вверх И мы в телефоне Ну только если он сейчас По лицу разблокируется Разблокировался И также СМС И камера А, к камеру у нас есть доступ Даже без разблокировки Очень удобно Свайпнули И сразу же снимайте Еще одна необычная опция Это очищение значков уведомлений Простым жестом ладони вверх Видите, у нас здесь единичка Хопа Исчезла Все, у нас нет никаких уведомлений На значках Ну и наверное Вы хотели бы узнать Про верхнюю шторку Как ее вызывать И что в ней отображается Жеста по рабочему столу Чтобы ее вызвать Нету Каких-то дополнительных клавиш Чтобы ее вызвать Нету То есть вам нужно Или тянуться сверху Чтобы ее достать Или же Установив сторонние приложения Как я Например Какое у меня тут стоит Fingerprint Quick Action Настроить Чтобы По прикосновению К сканеру Опускалась верхняя шторка Нажал Она опустилась Все Очень удобно Правда срабатывает Оно не всегда Насчет самой верхней шторки Что у нас здесь есть С последним обновлением Точнее С предпоследним обновлением Добавили В верхнюю шторку Меню Быстрых кнопок Быстрых действий Раньше оно было Только внизу То есть Вот так вот Вы вытягивали Здесь отображаются Открытые приложения А здесь Быстрые действия Типа там Wi-Fi, Bluetooth Включение мобильных данных Запись экрана Там беззвучный Фейк звонок Ночной режим Автояркость Все такое Теперь это есть И в верхней менюшке Стоит только Свой пануть Справа Влево Если у вас Нет уведомлений То сразу открывается Вот это меню Если уведомления есть То сначала открывается Шторка с уведомлениями Следующий Приятный для меня момент Это то Что я смог настроить HDR Plus камеру Я могу дать ссылку В описании Если хотите На рабочее приложение Google камеры На этот смартфон И инструкцию По активации HDR Plus Фирменного режима Google смартфонов Фотографии с HDR Plus Я покажу чуть позже Также есть приятный нюанс По поводу Wi-Fi Вы можете выбрать Приоритетную Wi-Fi сеть Которую будете подключаться Если у вас Забито несколько Wi-Fi сетей Ставите галочку Make this preference network И все Будет подключаться Именно к ней Как же нам Менять яркость Смартфона Подумайте Ну наверное Шторку потянуть А нету у нас Здесь переключателей И здесь у нас Нет переключателей Точнее ползунка Яркости Смотрите Нажимаете на одну Из клавиш громкости Например на минус И в этом меню USB Type-C То нигде у вас Это не отобразится Нигде Абсолютно Узнать Что они работают Можно будет Только послушав Их Это я считаю Минусом Следующий нюанс Это отсутствие Раздачи интернета По Bluetooth Я например Когда еду В машине Раздаю по Bluetooth Интернет Навигатору Так что Минус Минус это Следующий момент Который меня Немножко Удивил Может даже Немножко шокировал Это отсутствие Смотрите Здесь у меня Есть уведомления Отлично А на экране блокировки У нас Не приходит Вообще Никаких уведомлений Вы их сможете Смотреть Только сделав так Мне кажется Что это неправильно И все таки Несколько неудобно На экране блокировки У нас отображаются Только Уведомления Про SMS И вроде бы Уведомления Про пропущенные звонки Все Это все Ну еще Ватсап Правда Ватсап Реализовал уведомления Не с помощью системы А с помощью Своих собственных Всплывающих окон Следующий нюанс У нас Нету виджетов Для рабочего стола Я например Привык ставить Виджеты Например Банка русский стандарт Где у меня Отображается Баланс карты Или там Теле 2 виджет Где у меня Видны оставшиеся минуты Здесь В принципе Нет виджетов И каких-либо настроек Для рабочего стола Минус Максимум Что вы можете сделать С рабочим столом Это вот так вот Свои пануть И увидеть сразу все столы Следующий Массивный минус Но к сожалению Не последний Это отсутствие Уведомлений На иконках приложений То есть Мне пишут Вконтакте Пишут в ватсапе И никаких Единичек Галочек Не знаю Точечек На значках Нету То есть Если Например Свой панул Отсюда Уведомления Я и не узнаю Что оно есть Перелистывая Рабочий стол Мне нужно Именно зайти В приложение И уже в самом Приложении Посмотреть То есть Я как Пользователь Не знаю Huawei Шарпов Привык к тому Что на значках Есть уведомления К тому Что на экране Блокировки Есть уведомления Этот телефон Видимо Создан для тех Кто никуда Особо не спешит В общем Ладно Это наверное На любителя Следующий Недочет Здесь Нету Отображения Скорости Сети Мне все таки Хочется видеть Скорость Интернет Соединения Есть ли это Соединение Вообще На Huawei Опять же Это включается Здесь Я искал Искал Вообще Нигде Не нашел Ну и естественно О том Что здесь нет Русского языка Вы наверное Уже догадались И Google Play Сервисов Здесь тоже Ни хрена Сики нет Я его установил Из Встроенного Маркета Приложений Кстати не забудьте Что Google Сервисам нужно Дать права Работать в фоне Запускать Сторонние приложения Но это все нужно Чтобы приходили Уведомления От почт Мессенджеров И всего такого Если будет интересно Реально Пишите в комментариях Что хотите узнать Я сниму Наверное Отдельное видео Как сделать так Чтобы Google Play Сервисы Всегда работали Контакты Например Всегда синхронизировались Как же много Ушло времени На обзор Самой Операционной системы Самой оболочки Smartisan OS Я уже даже Если честно Забыл Что мне нужно Показать Игровой Синтетический Тест Что еще Там можно Показать Тесты камер Давайте Приступим Давайте Сначала Пройдемся По синтетическим Тестам Antutu Тестер Показывает Автономность Батарейки 8444 Результат Неплохой И у меня Получалось Наверное Больше 6 часов Работы Экрана Скорость Вайфай Соединения До 433 Мегабит В секунду Тачскрин На 10 Касаний Скорость На Теле2 За городом На ЛТЕ 33 Мегабита На Загрузку 38 На Выгрузку Это Не много Но Я думаю Что Если Вставить Какую Нибудь Йоту Добраться До Центра Санкт-Петербурга Можно Спокойно 70 Мегабит Вышибить Так что Не переживайте Сетью В этом Смартфоне Все Реально Гуд Ну Конечно же Antutu Benchmark 140 Баллов И это Я его Не охлаждал Ничего Я думаю Что Если Телефону Дать Немножко Отдохнуть И запустить Тест Будет Что Нить А-ля 150 Баллов То есть От Недостатка Производительности Смартфон Явно Не Страдает Синтетику На этом Можно Закончить Тестить Snapdragon 660 Смысла Нет Его Производительность Просто С головой Хватает Для Всего Давайте Мы Запустим Игрульку World of Tanks Blitz Например На Максималках И посмотрим Сколько GPS У нас Вышибает Смартфон Настройки Я Выставил Считайте Все На Высокое Кстати Качество Динамика Здесь Очень Классное Мне Понравилось Музыка Голос Все Воспроизводит Отлично Кстати В полноэкранном Режиме Громкость Можно Вот так Регулировать А заодно И яркость FPS 59 60 Кадров В секунду В принципе Такого Результата Я и ожидал Снэпдраган На 660 Реально Топовый Процик Жрет Батарейки Немного Производительность Годная Нужно ли Показывать Эту игрушку Дальше Потому что Ниже 60 У меня В принципе Не опускается Ну В общем Нас Крякнули Смотрите Кстати 44 FPS Интересно 47 Видимо Много Дыма Много Взорвавшихся Танков Стоит Как раз Таки Нагрузка Наконец Все благодаря камере В принципе Самому модулю Светочувствительному Фото Контурсвета То есть Свет 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 С той стороны А у меня Здесь Темень Видите Детали Все еще Остаются Видны Фото 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 Помещения Еще Фото Улицы Вот Качество Очень Годное Ну И куда же Без Селфи На Фронтальную Камеру Хорошая Камера Качество Детализация Мне Все Нравится Вообще Без Претензий Полный Фото Отчет Вы Сможете Посмотреть По ссылке Под Видео Там Я размещу Оригиналы Фоток Посмотрите И решите Нравится Вам Очень Затянули Отвечу Этим Хейтерам Сразу Телефон Нестандартный По функционалу И мне Хотелось Рассказать Более Подробно Как Про Оболочку Смартисан ОС Так И про Его Функционал Ну И конечно Для тех Кто Выбирает Смартфоны Я Постараюсь В ближайшее Время Выложить Видео Сравнение Оболочек Смартфонов Самых Скажем Так Топовых Оболочек Для Меня Это Миюи Сяоми Миюи Я сравню Три Три Оболочки Смартфоны Смартфоны Имуи Миюи И может быть Какую нибудь Еще четвертую Так что Пишите в комментариях Какие оболочки Вы хотели бы Посмотреть Ну а так Обязательно Ставим лайки Подписываемся Вот на пулечка Вступаем В мою группу Вконтакте Ссылка в описании Там я размещаю Всякие Скидки Акции В интернет Магазинах Где вы можете Купить что-то Дешево Ну и если вы Подписались Лайкнули Вступили в группу И воспользовались Даже кэшбэк сервисом Большое вам спасибо Спасибо что смотрели И до скорых встреч Пау